Ежемесячно в своих почтовых ящиках жильцы многоквартирных домов обнаруживают квитанцию об оплате коммунальных услуг, куда входит и техническое обслуживание. Однако до сих пор получалось так, что большинство регулярно платили за эту услугу, но не получали ее. Крыши текли, подъезды домов разрушались. Мы платим свои же деньги людям, которые держат нас в таких состояниях ремонта квартир. Вчера собрала тонну воды. Вон все висит тряпки. Да, ребенок болеет, двух сторон воспаление. Детское отделение лежит. Пожалуйста, сделайте нам крыши, чтобы жили по-человечески. У них долгов нет? Нет ни одной копейки. Все заплатила. А у кого есть долги, внизу живут. А у меня нет долгов. Я в воде живу, сырости, плесни, все черным-черно. Инженер жилищно-коммунального хозяйства утверждает, что это не индивидуальная услуга. Из-за больших долгов сегодня недостаточно средств на эти цели. Но, несмотря на это, составлен график, и ремонтные работы уже начались. Это все делается на скудные деньги, которые мы с трудом выбиваем у жильцов домов. Многие жильцы добросовестные платят во время ТО. Вот за счет вот этих накопившихся денег мы имеем бригаду, бригаду маляров, бригаду строителей. Вот с ними и занимаемся ремонтом. Тут не получается, что вот этот дом платит деньги, и это все деньги идут целенаправленно на них. Тут не получается, потому что вот сегодня мы делаем здесь, вот сейчас ветер был, опять же, сдул шифер с крыши Димитрова 1, Димитрова 3, Дзержинского 2 опять. И опять же, мы часть денег, и вот то, что платят в общем, конечно, и мы перекидываем. Один подъезд уже отремонтирован. ЖКХ потратила на все работы и зарплату работникам более 6 тысяч лей. Но проживающие в доме считают, что работы можно было провести аккуратнее. Не очень. Почему? Ну, хотелось бы немножко получше и почище, чтобы они работали. Что-то не так сделать? Немножко как бы неаккуратно, вот в этом плане. О качестве проводимых работ говорить сложно, ведь бригада строителей сформирована из разнорабочих. Ну, женщины делают там ремонт, а мы снаружи делаем только. Мы снаружи балкон делаем и здесь укрываем, чистим мусор, то все делаем, что нам говорят, мы делаем простые рабочие. Ну, платят мало, платят. Заработа мало, маленькая у нас. Перегрузку порезали, что там есть. А качество работы хорошее, как вы думаете? Ну, делаем как мы можем. Вы профессионально строительство? Нет, мы не профессионально, я просто рабочий. Я говорю, как есть, не профессионально рабочий. Закончится ремонт во втором подъезде или нет, зависит от погашения долгов, говорит инженер по техническим работам. А собственник жилья в доме по улице Юбилейный считает, что за все прошлые годы было внесено столько средств, что хватило бы не на один ремонт. Но средства неправильно распределяются, поэтому и он принципиально перестал платить за техническое обслуживание. Все средства, накопленные за ТО и ремонт внутридомового оборудования, расходуются именно на эти цели в этом доме. И ни в коем случае не перекидываются. А это делается постоянно на протяжении многих десятков лет. Нарушение законности, прямое. В стоимость технического обслуживания входит и стоимость содержания работников. В этом году за счет средств, накопленных за ТО, в городе Чедерлунга отремонтировано 5 домов. На все работы потрачено около 40 тысяч лей.